Все мы попадали в ситуацию, когда в середине рабочего дня мы ощущали сильный упадок сил, когда еще перед нами стояла куча задач, куча дел, которые необходимо сделать, доделать, а мы просто не можем, у нас нет сил на то, чтобы закончить все, что мы напланировали. Именно в этот момент нам необходимо, чтобы у нас открылось второе дыхание. Второе дыхание – это термин, который обычно используют спортсмены, но также этот термин можно использовать и в повседневной жизни. Это явление, которое дает нам мгновенный прилив сил, энергии и возможность двигаться дальше, чтобы закончить свой марафон. Для того, чтобы понять, как справиться с этой усталостью, которая вдруг появляется в посередине рабочего дня, надо понять, какие виды усталости вообще существуют. Все мы устаем по-разному, всех нас утомляют разные вещи. И для того, чтобы понять, как реабилитировать себя, нужно осознавать, какой вид усталости у вас в данный момент. Всем известный самый распространенный вид усталости – это физическая усталость. Физическая усталость – это усталость на уровне мышц. Физическая усталость, она появляется в тот момент, когда мы долго выполняем монотонную, одинаковую работу. Или же наоборот, мы долго находимся в неудобной позе, которая доставляет дискомфорт нашему телу. С физической усталостью бороться гораздо проще, чем с остальными видами усталости. Если вы чувствуете, что вы устаете, выполняете физическую работу, хотя на самом деле у нас сейчас в основном женщины, и мы все-таки меньше участвуем в физической какой-то работе, больше работаем интеллектуально, но все равно часто бывает, что мы тоже устаем. Женщины много ходят, женщины много находятся на ногах. В этом случае надо просто перераспределять нагрузку. Мужчинам нам на самом деле в этом плане не понять. У нас есть такая небольшая хитрость, которая называется каблук. Когда мы становимся на высокий каблук, у нас уже начинает работать совсем другая группа мышц, которая отдыхала в то время, когда мы ходили в обуви на плоской подошве. Да, многие говорят, что ношение высоких каблуков плохо сказывается на здоровье позвоночника. Но я же не предлагаю вам все время ходить на высоком каблуке. Иногда же можно. Поэтому часто, когда я куда-то еду на выставку, где мне надо много ходить, я беру с собой запускную обувь. Сначала я беру обувь на плоской подошве, а когда и хожу в обуви на плоской подошве, а когда я уже чувствую, что у меня болят ноги, я просто меняю обувь. Меняется постановка стопы, меняется распределение мышц, и все. И у меня появляется второе дыхание, и я могу идти дальше. Это такая небольшая женская хитрость. Но также физическая усталость, она может у нас появиться в шее, когда мы долго сидим и смотрим в монитор, в неправильной физиологической позе, которая утомляет наш организм. У нас начинают болеть шея, у нас начинают болеть плечевые мышцы, у нас начинают болеть руки, которыми мы печатаем. О том, как снять физическую усталость, мы поговорим с вами дальше. А пока мы перейдем к следующему виду усталости. Это умственная усталость. Умственная усталость возникает у нас, когда мы слишком много и активно думаем, не разгружая мозги. Усиленная мозговая деятельность приводит к таким последствиям, как головная боль, головокружение, тошнота и даже рвота. Если мы перенапрягаем наши мозги, усиленно думая и не давая им отдыха и покоя, это тоже заканчивается не очень хорошо. Чтобы справиться с умственной усталостью, надо время от времени на что-то отвлекаться и разгружать свои мозги. Как это делать, мы тоже с вами обсудим. А пока мы поговорим о психологической усталости. Психологическая усталость – это самое противное из всех усталостей. Потому что если с психологической усталостью легко справиться, достаточно просто сделать массаж, отоспаться, немножко отдохнуть. С умственной усталостью тоже довольно легко справиться. А вот психологическая усталость – это уже все гораздо глубже и серьезнее. Состояние психологической усталости появляется в тот момент, когда вы долго делаете монотонную работу. Одно и то же изо дня в день, когда вас не устраивают отношения с окружающими, когда вас не устраивает ваша жизнь, когда вам не нравится, что происходит вокруг, когда вы заняты не тем, чем вам хотелось бы заниматься. Если долгое время жить вот в таком ритме, в монотонном, безрадостном, в унылом, то у человека появляется психологическая усталость, которая ведет к депрессиям, которая ведет к нервным срывам, и избавиться от нее уже гораздо сложнее и тяжелее. Но все же есть выход, и можно как не допустить психологическую усталость, так и с ней справиться. Итак, вы узнали о том, какие виды усталости у вас существуют. Вы можете проанализировать и понять, какой вид усталости у вас есть, и исходя уже из этого, мы будем думать, как же бороться с этой усталостью, как быстро зарядиться энергией. Насчет физической усталости я не буду долго и много рассказывать, потому что здесь все достаточно просто. Мы разберем два остальных вида. Это умственная усталость и психологическая усталость. Итак, первый шаг. Если вы обнаружили, что у вас уже есть психологическая усталость, вам стоит переоценить свои ценности. Надо сесть и подумать, проверить. Те ценности, которые у вас сейчас, они подлинные. Что это означает? Очень часто те цели, к которым мы стремимся, они ложные. Это не ваши мечты, это не ваши цели. Их вам навязали. Как определить, это ваша мечта или нет? Это ваша цель или нет? Если при мысли о этой цели у вас горят глаза и есть желание что-то делать для того, чтобы достичь этой цели, это ваша цель. А если же вы, думая про эту цель, просто думаете о том, что да, когда я достигну этой цели, меня будут больше уважать, да, какие-то вот такие цели, которые навязаны обществом, это та же вот роскошь, да, респектабельные машины, дорогие квартиры, дорогие украшения. Это все навязанные ценности. На самом деле нам не это надо. Надо просто сесть и подумать, чего на самом деле от жизни хотите именно вы. Что именно вам даст душевный комфорт и равновесие? И уже исходя из этого, пересмотрите свои цели и ценности и подумайте, туда ли вы идете, к тому ли вы стремитесь, то ли это, что вам надо. Нет, я не призываю всех бросать все, уйти в дервиши, заниматься духовным ростом, да, этой крайности. Давайте не будем впадать из крайности в крайности, а именно будем разумно и логически подходить к своей жизни, к своим вещам. Если вы ощущаете, что у вас уже появилась психологическая усталость, подумайте над своими ценностями, пересмотрите свои приоритеты жизненные. Может, уже что-то поменялось, и вам надо и цели поменять соответственно. С этого я рекомендую начать. Второй шаг. После того, как у вас уже появилась ясная картинка, чего вы хотите, вот в этот момент вы уже можете подзаряжать себя в течение рабочего дня. Если вы заработались, и у вас пропали силы на то, чтобы двигаться дальше, позвольте себе помечтать. Уделите пять минут своей мечте. Я попрошу не путать это понятие с построением воздушных замков. Реальные мечты и цели, ради которых вы живете, ради которых вы работаете. Когда нет сил, просто вспомните, зачем вы это делаете. Я, на самом деле, была очень сильно удивлена, когда я пошла искать в русскоязычном интернете, какие вещества вырабатываются, когда человек мечтает. И я нашла информацию о том, что мечтать вредно, то, что мечты – это вообще зло. Нельзя, не мечтайте, нет, лучше действуйте. Но есть же грань, ну да, если просто мечтать, думать о том, что, ой, как бы было здорово, если бы я была на 20 сантиметров выше, я бы тогда стала моделью, у меня было бы великое будущее. Ах, как жаль, что я маленькая пышка с кровными ногами. Ну что ж, буду бездарно тащить свое жалкое существование. Да, вот такие мечты, они вредны. Я согласна с этим. Но именно когда вы визуализируете свои цели, то, к чему вы стремитесь, то, ради чего вы работаете, это даст вам заряд энергии, это будет для вас топливом. Подумайте о чем-нибудь хорошем. Если вы обнаружили, что у вас обственная усталость, постарайтесь расслабиться, расслабить мышцы лица, сесть и на 5 минут представить какое-нибудь красивое место, где вам нравится находиться. Многие называют это место, место силы. То есть это то место, где вам когда-то было хорошо. Это место, где вы чувствуете комфорт и спокойствие. Причем не обязательно это будет какое-то побережье моря, да, в теплый день. Это может быть как какое-то место, какой-то день. Вы можете прокрутить какой-то день, в котором вы были счастливы, какое-то ваше поездка, какое-то ваше путешествие, какое-то вот необычное место, где вам было хорошо. Также это может быть какое-то физическое место. Например, это может быть ваш любимый диван, в котором вам очень удобно по вечерам, зимним вечером, укрывшись с пледом возле камина, да, пить чай, допустим. Или какое-то такое вот место в доме, где вам комфортно. И когда вы чувствуете, что вы устали умственно, сделайте такую разгрузку для своих мозгов. Перенетесь мысленно в то место, где вам тепло, уютно и хорошо. И через 5 минут вы с удивлением обнаружите, что вы почувствуете себя отдохнувшим, и у вас появился прилив силы энергии. Потому что мозг, он перестроил свою работу, он отдохнул, он получил красивую картинку. И дальше вам будет уже проще сосредоточиться, сконцентрироваться и работать дальше. И третий шаг – это протянуть себе руку помощи. Или самомассаж. Если вам уже не помогает визуализация, да, представление цели, к которой вы стремитесь, а у вас просто болит шея, у вас устали глаза и все остальное, здесь вам уже поможет самомассаж. И начинать самомассаж я рекомендую с самомассажа рук. Почему именно руки? Потому что на руках сосредоточено очень много биологических активных точек, как и на стопе ног. Но в отличие от ног, руки гораздо проще массировать. Незаметно, и это не причет к вам лишнего внимания, не потребует лишних телодвижений. И это можно делать в процессе какой-то работы, когда вы читаете какой-то материал, что изучаете, бегаете глазами по монитору. И в это время вы можете разминать руки. Большой палец руки, он отвечает как раз-таки за голову и шею. Вот хорошо промассируете внешнюю сторону большого пальца, сам большой палец, каждый суставчик, круговыми движениями. И причем при массаже я рекомендую использовать как раз первый сустав большого пальца второй руки, чтобы глубже проработать все активные зоны. Также на руке расположена зона, которая отвечает за лимфатическую систему. И очень часто как раз, когда мы на нее нажимаем, двумя пальцами с двух сторон, мы ощущаем боль. Если вы ощущаете сильную боль при нажатии на эту зону, значит, у вас есть какие-то проблемы с лимфатической системой. А это также от нее зависит наш иммунитет. И если вы будете время от времени, свободное время массировать эту зону, вы значительно улучшите свое самочувствие общее. И это также может помочь снять симптомы хронической усталости. Разминая, промассируя кожу рук, вы улучшаете кровообращение, и у вас появляется бодрость. Если вам интересно, пишите, пожалуйста, комментарии к этому видео, и я запишу отдельно видео с самомассажем рук. Следующий шаг – это самомассаж шеи, лица и головы. Вот здесь я уже рекомендую ознакомиться с дополнительным материалом к этому курсу, а именно самомассаж шиацу. Там Такаши Намикоши рассказывает как раз-таки о том, как правильно делать самомассаж, с какой силой давить, какой частью пальца правильно давить при самомассаже лица, шеи и головы. И также он отдельно мне подарил книжечку, там все это хорошо полностью расписано, с рассказом о том, какие точки, на какие точки взаимодействовать, чтобы справиться с хронической усталостью и чтобы зарядиться бодростью. Итак, если у вас устали глаза при работе за компьютером, то сначала продавите средним пальцем, вот как показано на изображении, точки вокруг глаз. Это точки, которые расположены на кости. То есть не надо давить на само глазное яблоко, а вот кость, которая под бровью точки, 4 точки под бровью, и 4 точки на скуле, вот на косточке, которая глазница проходит. На каждую точку стоит воздействовать по 3 секунды со средней силой нажатия. После того, как вы промассируете зону вокруг глаз, разотрите руки и приложите их к глазам. И посидите так пару минут. Чувствуйте тепло, которое идет от ваших рук. Постарайтесь максимально расслабить брови и ту зону, которая находится под руками. И через несколько минут, когда вы берете руки, вы почувствуете прилив сил и поймете, что ваши глаза чувствуют себя гораздо лучше. Вот эти точки стоит использовать, если у вас уже пошло умственное преднапряжение, если у вас при первых симптомах психологической усталости, нащупайте у себя мышцу, которая проходит по передней стороне шеи. Шеи, и используя методики по работе шиацию, которые есть, дополнительные материалы, продавливайте мягко каждую точку по 3 секунды. Плавно. Здесь сильно не давите, потому что здесь проходят и сонные артерии, и щитовидка. Вот именно на эту мышцу воздействуйте по 3 секунды на каждую точку. Можно сделать 3, 5, 10 кругов, поднимаясь вверх и спускаясь вниз на каждую сторону. Дальше вот эти вот точки, которые расположены на голове, их проработка, она помогает снять хроническую усталость и вернуть свежесть мыслям. Складываем руки вместе, кладем их на центр головы, там, где у нас волосы растут, и поднимаемся по центру, продавливая 8 точек. Потом, после того, как мы их продавили по центру, мы продавливаем, отходим в стороны симметрично, продавливая точки по росту головы. И вот по всей поверхности головы, медленно, по 3 секунды отводя на каждую точку, прорабатываем все точки, которые находятся в этой зоне. Следующее, небольшой комплекс из 4 упражнений, которые помогают убрать усталость головы. Первое – это проработка точки, которая находится с верхнего уголка глаз, тоже это на кости, здесь есть точечка. Вот давим на нее 3 секунды, потом перемещаемся по кости к виску, идем к ушам и поднимаемся выше. Точки, которые расположены от брови, продавливаем. И дальше на уровне брови, там, где у нас начинаются волосы, и поднимаемся выше. После этого мы продавливаем середину лба. Есть 3 точки. Первая – между бровями, вторая – в середине лба, и третья – у основания роста волос. Вот эти вот точки тоже на каждую точку воздействуем по 3 секунды. И дальше, следующее упражнение помогает не только снять усталость с лица, но также помогает вернуть молодость нашему лицу, разглазить морщины, которые у нас образуются на лбу и возле бровей. Аккуратно со средней силой нажатия массируем все точки, которые находятся у нас на лбу. Двумя руками симметрично. Четвертое упражнение записано в обучающем видео Токаши Намикоши, и там он рекомендует очень аккуратно выполнять это упражнение, если у вас есть серьезные проблемы с шеей. Там он как раз наглядно показывает, как это выполняется. Складываете пальцы, давите на основание черепа и, не отпуская пальцев, опрокидываете голову назад на 60 градусов и опускаете голову вперед на 50 градусов. Это помогает снять напряжение шеи и улучшает циркуляцию крови. Вот такие упражнения помогут вам дать прилив сил и бодрости в течение рабочего дня. Как вспомогательное средство для снятия усталости в середине рабочего дня, я могу вам порекомендовать тайские ароматические бальзамы и ингаляторы, которые здорово освежают, дают заряд бодрости, энергии, помогают проснуться и сосредоточиться. Также из ароматерапии хорошо действует на освежение мысли эфирное масло лимона. Надеюсь, эти методы помогут вам продержаться до вечера. А о том, что делать вечером, мы поговорим с вами в следующем видео.